Девушки отдыхают Царю небесную, утешителю души истинной, живи с детства и вся исполняя сокровища благих и жизнеподателю. Приди, вселисьевные и очистенные от всякие скверны, и спаси блажи души наши. Слава Вышней Богу и на земле мир, человек и благоволение. Слава Вышней Богу и на земле мир, человек и благоволение. Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, дорогие отцы, братья и сестры, я хотел бы всех вас сердечно поздравить с праздником Рождества Пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна. Иоаннов день церковный праздник, и в традиции народа нашего с этим днем связано много радостного, счастливого, веселого. Это был всегда народный летний праздник, окруженный замечательными народными обычаями, обрядами. Сегодня, поскольку многие люди не связаны с землей, с сельскохозяйственной культурой, то и обычаи, многие наши, связанные с жизнью предков на земле, стали не такими уж известными. Но, тем не менее, через литературу, через фольклор сохраняется память об этом дне, как о замечательном летнем празднике. Я радуюсь тому, что храм в честь Иоанна, Пророка, Предтечи и Крестителя Господня, у стен Новодевичьего монастыря мы осветили именно сегодня, в этот летний праздник, посвященный памяти Предтечи Господня и Крестителя Иоанна. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Сегодня читалось Евангелие от Луки, повествующее об истории рождения Иоанна, Крестителя. А апостол как будто бы не был связан с этим чтением. Это отрывок из послания апостола Павла к римлянам. И ничего о Пророке, Предтечи и Иоанне в этом отрывке не содержится. И только очень вдумчиво, отнесясь к тексту, можно понять, почему именно этот отрывок апостольского чтения предлагает Церковь сегодня нам в день памяти Пророка и Предтечи Крестителя Иоанна. Из всего этого небольшого отрывка процитирую вам один стих, одно предложение. Облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попеченье о плоти не превращайте в похоть. Одно предложение. Но в этом предложении огромной силы мировоззренческая установка. И почему именно эта установка, сформулированная апостолом Павлом, предлагается нам сегодня? А потому что сам факт ее появления связан в том числе и с Пророком, и Предтечей, и Крестителем Иоанном. Он, видимо, с отрочества или с ранней юности удалился в пустыню и жил только тем, что пустыня давала. Вот из Евангелия мы знаем, что Предтечи и Креститель Иоанн питался акридами, то есть саранчой, и диким медом. Но ведь не каждый день прилетала саранча. И не каждый день можно было находить дикий мед. В пустыне было и холодно зимой, и чрезвычайно жарко летом. И поэтому, питаясь только этими продуктами, видимо, Пророк постоянно был голоден, потому что накормить себя этими продуктами было невозможно. А вот давайте теперь соотнесем наши потребности в питании, в образе жизни с тем, как жил Пророк Божий Иоанн, названный Предтечей. Он как бы шел перед Господом, он приуготовлял путь ему, он приуготовлял человеческие сердца для восприятия всего того, что Христос сказал людям. Так вот, он жил, видимо, в нашем понимании на грани жизни и смерти. Но ведь жил, работал, был великим проповедником. К нему тысячи встекались люди, чтобы получить оставление грехов, чтобы креститься в водах Иордана. А что же такое похоть и попечение о плоти, о которых мы сегодня слышим из апостольского чтения? Попечение о плоти – это есть поддержание жизнеспособности человеческого организма. Для пророка Иоанна хватало акрид и дикого меда, вкушаемых, конечно, не каждый день. Для многих из нас этого недостаточно. Да никто и не требует сегодня, чтобы люди жили в пустыне и питались время от времени тем, что пустыня давала возможность употреблять пищу. Но в этих словах заложена огромной силой мысль. Как я уже сказал, мировоззренческая установка. Попечение о плоти, то есть забота о поддержании человеческой жизнедеятельности, не должна превращаться в похоть. А что же такое похоть? А похоть – это нарушение всех внутренних рациональных балансов. Когда человек теряет разум. Когда голос плоти, то есть требование инстинкта, становится главной указующей силой. Когда ни разум, ни нравственные чувства не работают. Когда человек делает только то, что ему диктует инстинкт. Вот эта победа инстинкта над разумом, над духом и называется похотью плоти. И поддерживая физическое состояние организма, питая, грея его, обустраивая свою жизнь так, чтобы не повредить здоровью, человек никогда не должен поменять местами ценности. И на первое место поставить угождение плоти, потому что тогда это станет похотью. Не случайно именно об этом мы сегодня слышим из апостольского чтения, потому что ведь так жил пророк Божий Иоанн. Никакой похоти, сила духа такая, что и людей, живущих. Две тысячи лет спустя он поражает своей жизнью. Это ангелоподобная жизнь. Недаром на древних иконах пророк Иоанн изображается с ангельскими крыльями, потому что это была жизнь на границе духа и тела, подобно Марии Египетской, которая в той же самой пустыне иудейской таким образом жила, что тело ее перестало подчиняться физическим законам, и она могла перейти Ордан как по суше. И пророк Божий Иоанн прожил такую же жизнь. Он приуготавливал пути Господу. Потому что в центре Божественного Слова, принесенного Спасителем, как раз вот эта новая философия жизни. Господь обращается и к иудеям, а позже через апостолов и к язычникам. Он предлагает нам, в том числе и людям, живущим две тысячи с лишним лет спустя, такой образ жизни, который соответствует Божественному замыслу о человеке. Господь не призывает нас идти в пустыню. Более того, Он сам не жил в пустыне. И, иронизируя над нападками фарисеев и саддукеев, говорил, но вот был пророк Иоанн предтеча, не ел, не пил, жил в пустыне, и его убили. Сын человеческий ест и пьет с мытарями и грешниками, и его осуждают, а мы знаем, что и его до креста довели. Господь не предлагает нам использовать этот аскетический образ пророка в качестве идеала для жизни, но Он расставляет жизненные акценты в Своем обращении к нам. Он учит нас, как нужно жить для того, чтобы это была подлинно человеческая жизнь, чтобы человек не превращался в животное. Чтобы инстинкты не разрушали силу разума и нравственного чувства. Господь начертал нам контуры этой особой цивилизации духа, которую мы на церковном языке называем Божьим Царством, и которая может осуществляться здесь, на земле, в условиях человеческого бытия, если только по слову апостола Павла мы не будем попечения о плоти превращать в похоть. Господь ничего не требует от нас сверх того, что мы можем сделать. Он от нас не требует никаких особых подвигов, но он нам дает ориентиры в жизни. Причем дает их, как любящий отец, не загоняя силой человека в эти ориентиры. Мы можем идти путем, который он указывает, или отказаться идти. Мы свободны, но только каждый должен помнить, от того, каким путем мы пойдем по жизни, будет зависеть и счастье в этой жизни, и обретение Божьего Царства Вечности. Пророк и предтечи, и креститель Иоанн приуготовал пути Господня. Он дал пример удивительной победы человеческого духа над всякой похотью. Этот дивный и абсолютный пример святости, ибо, как учили отцы церкви, основываясь на словах Спасителя, нет более великого между рожденными женами, как Иоанн предтеча. Так вот, этот великий идеал, явленный в жизни Крестителя, Господь нам предлагает через совершенно иные категории мысли, не требуя от нас чрезмерных усилий, а предлагая жить нам просто по Его закону, побеждая всякую похоть и одновременно оставаясь людьми, способными жить, любить, творить и воплощать в своей жизни то предназначение, которое Бог дал каждому человеку. Сегодня великий день, потому что мы вспоминаем величайшего из рожденных женами, самого великого человека, Иоанна, пророка, предтечи и Крестителя Господня. И как замечательно, что именно в этот день мы совершили освящение в честь Его храма более 200 лет тому назад разрушенного врагом и ныне при содействии государства российского, московских властей, церкви и большого количества добрых людей, воссозданного здесь, в центре Москвы. Именно для того, чтобы учить людей жить не по законам плоти, а по законам Духа. Аминь. С праздником вас поздравляю! Субтитры создавал DimaTorzok